Сдающих общество знания и английский язык. Ну, английский язык, это, понятно, знать надо, и, может быть, это для себя сдаем, учитывая то, что они потом английским языком, ребята, будут заниматься в университете. Но то, что 40 человек сдают общество знания, меня это очень сильно обеспокоило, потому что эти из 40 человек, сдающих общество знания, ну, я думаю, если 10 пойдут на эконом-фарк, то это хорошо. Остальные куда-то, значит, уедут. То есть порядка 30 человек мы уже из 250 сразу теряем. Я не говорю, что общество знания – это плохая дисциплина. Нет, но мы вас послушаем, Михаил Петрович, и мы расскажем, что они не правы. Да, и, конечно, в прошлом году, как ни Еворский не старается накручивать эти цифры, но на самом деле 49% поступивших в университет – это, конечно, очень мало, и меня это действительно беспокоит. И что будет в этом году, я абсолютно не знаю. Вторая причина, конечно, они все в прошлом году, по-моему, то ли 243, я не помню точно цифру, то ли 231 сдавали ЕГЭ, потом поступали в различные вузы, и беспокоит еще одна цифра. Вот Николай Иванович показывал на ученом совете, тут были несколько членов ученого совета присутствуют. Ну, средний балл в физмат-школе, вот, по экзамену, 87, он сегодня на ректорате говорил, ну, вообще 82. Средний балл в университете на бюджет 87,8, поэтому очень многие физмат-школьники, как говорится, они, оказывается, не конкурентоспособны с точки среднего балла ЕГЭ, ну, достаточно сказать, что на физфакт, например, проходной, не средний балл, я не говорю, нет, ну, тут среднего балла не будет, может, будет. Был 243, на физическую информатику 246. Ну, и видно, что большинство физмат-школе, ну, не большинство, а какой-то процент ребят не сможет поступить в университет, ну, вот так на бюджет. С другой стороны, сейчас есть форма целевого обучения, ну, это тоже очень мало. Ребят тоже очень мало, по-моему, 3-х выпускников физмат-школы мы взяли на целевое обучение под проект «Схим». Ну, это тем более удивительно, что физмат-школьники разъезжаются из университета, из Академгородка, что, в принципе, университеты, институты участвуют во многих национальных проектах, вообще, ну, в национальном проекте наука, во многих конкретных проектах, ну, включая СКИФ, проходите, не бойтесь, включая СКИФ, математический центр в Академгородке, два центра генетических технологий. То есть, казалось бы, проходите, проходите, ребят, если бы сюда, то традиционно это было. Это, я помню, когда мы вручали китайским студентам первый раз диплома, вот этого российско-китайского института, мне декан Фенас Ресиков сказал, что вот чему китайцы научились у наших студентов, так это опасно. И они в течение всего вручения дипломов, они тянулись на это вручение. Поэтому я хотел выступить и рассказать про университет, как бы, ну, прежде всего школьникам, поскольку, ну, например, у директора физношколы существует такая версия конспирологическая, что просто преподаватели, заведующие кафедрой медикальной факультеты, ну, мало выступают, мало рассказывают про университет. И вот я решил отчасти повторить свою презентацию, которую я делал на дне открытых дверей. Кто-то был на дне открытых дверей, ну, из школьников выходит, да? Ну, там она будет несколько изменена. Поэтому я, конечно, рассчитывал, что аудитория полная, 250 у нас, да, выпускников. Ну, если декан, аваректор, это бог с ним, он что может интересного рассказать? Ну, если декану хотя бы 100 человек послушают, то будет очень хорошо, и, может быть, эта тенденция изменится. Ну, я пропущу первый слайд, хотя я его очень так, я сейчас вот так что-то делаю. Вот, кто-то с только мышкой. Я его очень люблю, это вообще связь Академгородка и нашего университета с городом. Вы знаете, что Новосибирск очень молодой город, и он был образован в 1893 году, и ему сейчас в этом году будет только 127 лет. По сравнению с Томской, например, который уездный или какой-то губернский город, там университет в этом году Томску будет 143 года. Нашему университету исполнилось только 60 лет. Это очень молодой университет, один из самых молодых и один из самых маленьких классических университетов в России. И на самом деле было очень много вопросов, где вообще организовать столицу сибирского отделения и университет. И вы видите, что события по образованию университета, они проходили очень быстро. Сибирское отделение... Может, свет выключите, Андрей? Сибирское отделение, оно было организовано 17 мая, 18 мая 1957 года, а уже 12 августа, то есть меньше трех месяцев, уже было принято... Ему было направлено ходатайство, в ЦК КПСС было направлено ходатайство, Христиановичем подписанное, кстати, о том, что Сибирское отделение, даже не было президентом в Сибирском отделении, а комитет поддерживает ходатайство министра высшего, или как я не знаю, это бы называлось, образование Илютина, о том, чтобы здесь, в Новосибирске, создать университет. Ну и вы видите, в 12 августа было восстановление, потом 9 января тоже какая-то такая симптоматичная дата. Ну, для старшего поколения это, понятно, кровавое воскресенье, 9 января, было принято постановление Совета Министров СССР об организации университета. Ну и фактически, тут я отметил несколько вех, особенно примечательную статья Ильи Несперинчурбекова, первого ректора университета в газете «Правда», где он писал, что в Новосибирске нам была представлена уникальная возможность создать университет совершенно нового типа. Ну а потом, было вот, когда 9 января постановление правительства, Совета Министров СССР, было предписано начать занятия в Новосибирском университете 1 сентября 59-го года. Но партия сказала, конечно, занятия не начались, занятия начались 28 сентября, но все равно этот срок очень короткий, и как бы все постановления выполнялись в срок. Ну, безусловно, они поддерживались финансами. Ну и вот, таким образом, 28 сентября лекцией Сергея Львовича Соболева. Вот, открылся университет Новосибирский. Открылся Новосибирский университет, и после того, ну и здесь вот как-то не очень понятно, может, дальше. Здесь, как бы, вот несколько исторических слайдов, ну, два, фактически, исторических слайдов. Это с рассуждениями, вернее, уже в мемуарах Лаврентьева было сказано, какой университет они здесь строили в Новосибирске. Ну, вот первое, это треугольник, фактически, Лаврентьева, что в научном центре главные фундаментальные научные дисциплины должны быть представлены учеными. Эти ученые обязательно должны преподавать в университете, и это все должно быть... Необходимо тесно связь университета с народным тогда хозяйством. Сейчас оно тоже народное хозяйство, только капиталистическое народное хозяйство, тогда было социалистическое. Вот так начал складываться треугольник Лаврентьева, о котором много сейчас говорят, и который берется за основу всех, всех вообще сейчас по строению. То, что пытаются сейчас сделать на очередном этапе, мы его, возможно, слышали, возможно, нет, про грандно-образовательный комплекс, и про... Ну, что там тоже, как бы, в основу берется треугольник, некоторые говорят про четырехугольник уже, но это не важно. В основе всегда та система, которая здесь была в Академгородке построена. Ну, и вот эти слова Михаила Алексеевича Лаврентьева, как не актуальные, как бы, и нынешний день. Он пишет, что сибирское отделение с первого дня считало университет своим кровным делом, надо сказать, немало попортило себя кровью, чтобы добиться реализации названных высших принципов. Что он был создан университет по системе физтеха. Ну, и почему эти слова созлучны, например, мне? Потому что мы тоже очень немало попортивали себе кровью, чтобы отстоять, например, даже физмат-школу. Мы в течение пяти лет, наверное, добивались вот этого гранта, чтобы дети не платили ученики за интернатное содержание. Ну, и, конечно, мы не требуем взаимности, но хотя бы, чтобы мотивация была, чтобы понимали, школьники, нашу мотивацию, почему вектор университета тут вообще, я говорю, хочет, чтобы большинство физмат-школьников все же оставалось в Новосибирске. Ну, и в конце концов, это учебное заведение максимально нового типа, максимально приближенное к науке, оно состоялось, и я хочу сказать, что оно состоялось прежде, благодаря во многом тому, что в 62-м году, в августе, по-моему, или в июле, Михаил Алексеевич на свой страх и риск провел первую летнюю школу, и 21 января, тоже дата какая-то опять, это день смерти Ленина, 62-го года, вот эта физмат-школа открылась, хотя официальное постановление было в организации двух физико-математических школ, ну, может быть, четырех, я не знаю, это Калмагоровского лицея при МГУ и Калмагоровского физико-математической школы было при МГУ, ну, оно было принято, а уже с 88-го года эта физмат-школа стала структурным подразделением университета. Ну, теперь я перехожу к, как бы, что из себя представляет, ну, и таким образом сложилась вот эта, вот эта, как бы, система образования, которой мы гордимся по праву, система уникального непрерывного образования, когда через Олимпиаду учеников отбирали физико-математическую школу, они учились, потом прорывали, они поступали в университет, ну, они разными, там все было, все было, все менялось в течение времени, например, когда я был уже зам декана механико-математического факультета, 87 ребят мы просто отбирали по выпускным экзаменам. Система была разная, но после введения ЕГЭ, естественно, ну, какая-то часть ребят уезжала в столичный вузы, в основном, но после введения ЕГЭ, конечно, открылся этот, я бы назвал все равно ящиком Бандоры, и, конечно, то, что ребятам открылись более широкие возможности, это правильно, хотя в Новосибирском университете мы входили в первую волну вузов, когда экзамены разрешались практически на месяц раньше, чем в других вузах, если ребята не поступали в вузы первой волны, за Уралом был только НГУ, ну, там, как бы, московские ведущие вузы, а тогда они не имели поступить с 31 августа, по-моему, во все другие вузы страны. То есть мы в некотором смысле были выделены, ну, и вот университет, там цифры разные, но это не более 8 тысяч человек, тут считается для Рейхельма 7200, а так это порядка 8, чуть больше 8 тысяч человек, чуть больше 8 тысяч человек, университет сейчас себе представляет, ну, вот такие факультеты в университете существуют, какие-то образовались, как бы, раньше, какие-то позже, ну, первым был факультет естественных наук в 59-м году, в 61-м из него выделились физфакой и механико-математический факультет, потом в 62-м году образовался гуманитарный факультет, в 67-м из него выделился экономический факультет, ну, а там уже другая история началась в конце 90-х годов, в конце 90-х годов, ну, вот такая структура университета сложилась к настоящему времени, ну, я бы хотел сказать, что вот, в отличие от физтеховской системы, которая, ну, вообще основатель физтеха, то есть Христианович, был вообще основателем физтеха, и люди, которые здесь основывали льду, они были, они принимали участие в основании Московского физико-технического института, но сразу два новых принципа было заложено, университет классический, в отличие от физтеха, и физико-математическая школа, в отличие от физтеха, то есть интернатное содержание, основной принцип, ну, я про ФБШ отсюда слайды удалил, вы и так ночью меня все знаете, поэтому я, как бы, перейду дальше. Ну, вот, что сейчас, как бы, ну, вот мощный кадровый состав, где-то в университете 2,5 тысяч преподавателей на 8 тысяч студентов, ну, это фактически работа один в один, особенно на естественно-научных факультетах, очень высокое качество преподавания, хотя все 90, более 90% на естественно-научных факультетах это совместители, которые работают в институтах сибирского отделения, ну, и устроили эту совместительную. Ну, про это тоже нужно много говорить, и хорошо это или плохо, это тоже, ну, не все, как бы, выдающиеся даже ученые, они имеют педагогический талант, но принцип, что исследователя может воспитать только исследователя, он абсолютно работает. Не может человек, который имеет педагогическое, как бы, образование, вырастить исследователя, а также, как и вам, в общем-то, преподают, в общем-то, ППС, а не обычные учителя. Ну, это про лаборатории. Вот теперь я бы хотел показать, как бы, это отчет счетной палаты последнего года, как бы, это официально существующий отчет, я бы хотел для ребят, которые собираются ехать в Москву, может быть, там заниматься наукой, показать, и сравнение эффективности двух университетов, НГУ и НГУ. Ну, видно, что, если говорить о существу, то эффективность, как бы, университета нашего, она на порядок, почти практически по всем показателям, как бы, она выше, чем в НГУ, да и эффективность нашей физмошколы, она тоже выше. Это именно благодаря той системе, как бы, той системе, которая, которая здесь была создана. Конечно, я читал отзывы, там, в прессе, что, конечно, НГУ использует результаты, вообще труда, результаты преподавателей, статьи преподавателей, которые работают в институтах сибирского отделения, но эта система была так и создана. Вот это важно понимание, что это не выдуманное сверху и не приписанные публикации, например, к университету, а это преподаватели, которые работают в университете. Ну, вот теперь про проходной бал, когда я говорил, вот вы видите, что вообще поступить на естественно-научные факультеты, по биологии, химии, здравоохранению, медицинский, институт медицины, психологии, ну, физфак, как бы, сюда, это тройка, где мы входим в тройку, иногда здравоохранение, например, опережает, на втором месте оказывается. В общем, вот такие данные прошлого года. И поступить в университет как бы не так просто. С другой стороны, отношение качества образования к стоимости, оно является, даже если качество образования во всех этих вузах, в ОПШ, в МФТИ, в Санкт-Петербургском государственном университете, считать, что оно примерно такое же, как в НДУ, видно, что цена как бы платного обучения в университете гораздо ниже. Хотя я и составляю гигантов как бы немножко поднимать как бы плату за обучение, но в принципе, это, как бы, ну, не сравнить с высшей школой экономики, где средняя, прикладная математика, информатика стоит 550 тысяч. Ну, чем наши математики, информатики, как бы, хуже, чем в высшей школе экономики? Мы получили математические центры, а они, вообще-то говоря, нет. Поэтому эти цифры, они тоже, вот по биологии. Ну, откуда вышли? Ничего не имея против высшей школы экономики, у меня там много друзей, и я хорошо ректора знаю, но вы видите, что, ну, цены просто несопоставимы, если говорить про проплатное обучение. Ну, и вообще, университет, как бы, он входит в топ 15, вообще всех вузов Российской Федерации, а в Российской Федерации, ну, 800 примерно вузов. Ну, это единственный региональный вуз, который находится вне столицы, который конкурентоспособен по среднему баллу, ну, понятно. Конечно, там, с МФТИ не сравнить, там под 98, по-моему, средний балл, если не больше, или 96, но, в принципе, НГУ, как бы, конкурентоспособен, и видно, что по большинству мы входим в топ 10, направлений, ну, а набор на бюджет, это 13 место, я уже говорил, средний вузов Российской Федерации, и даже на платное у нас 75,7. В НЭТе, в НГТУ, в НЭТе, как бы, это, набор на бюджет, набор на бюджет, и на платное обучение, но это тоже в этом ничего плохого нет, иначе технические специальности не в фаворе, но там 72,5 на бюджет, а у нас 75,7, это, как бы, на платное обучение. Ну, я, как бы, пролистнул показатели рейтингов, как бы, ну, мы в рейтингах выглядим тоже очень прилично, фактически мы вышли на второе место после, московского университета, в общем рейтинге QS, ну, и один из четырех университетов, который входит под 500, так называемого, шанхайского рейтинга, и дальше я просто пролистаю, так, так, черный, не хочет, дальше я просто пролистаю, по физике мы очень прилично выглядим в рейтингах, это топ-100, только 4 российских университета входят в топ-100 для этого рейтинга, МГУ, МИФИ, МФТИ и МИФИ, и мы, как бы, например, по естественным наукам у нас вообще второе место в России, только 2 университета, МГУ, и НДУ, и так далее, я дальше не буду останавливаться на рейтингах, но по математике очень прилично, по математике очень прилично, это топ-100, и все, мы правда, никак не можем сдвинуться с этой проклятой цифры уже на протяжении 4-х лет, но я надеюсь, с помощью нового центра, в нового центра как бы мы тоже продвинемся в этих рейтингах, вот по горному делу это шанхайский рейтинг, мы тоже входим в топ-100, только 2 университета, это МИСИС и наш университет входит в топ-100 по этому рейтингу, ну, если посмотреть, ну, теперь как бы по тому, что мы имеем на факультетах, бюджетных мест сколько будет в этом году, на медицине и психологии 45, 6 бюджетных мест нам добавят в этом году, по информационным технологиям будет 156 бюджетных мест, это информатика и вычтительная техника, вот, ну, и надо сказать, что по информатике, а, нет, это как бы, это экономисты, наверное, да, это экономисты, вот экономисты мы по зарплатам, если кого интересует зарплата, есть иллюзия, что только на экономическом факультете миллиардеров делают, на самом деле, больше всего, по крайней мере, наших миллиардеров, самый знаменитый, который помогает физмаршколе, Виктор Владимирович Харитонин, это владелец фармстандарта, он окончил в 93-м году механико-математическую факультету, например, владелец фирмы Катрен, Канабеев, он закончил физмический факультет, то есть очень много выпускников, богатых у нас и на естественно-научных факультетах, ну, вот как бюджетные места в 2020 году на направлениях экономического факультета распределяться, ну, судя по тому, что 40 все-таки, хотя бы 10 к нам должно пойти к выпускнику. Ну, вот новый профиль мы открываем в области искусственного интеллекта, вот 33 бюджетных мест, это на базе высшего колледжа информатики, совместно с факультетом информационной технологии, тоже будет с этого года бакалаврская программа, ну и вот распределение наших ребят по Куда идут наши выпускники уже университетов? Выпускники физнашкола, я примерно тоже представляю, какие университеты поступают, 60 где-то в среднем идет на МГУ, а 40 процентов, ну это раньше было, поступают ведущие университеты Москвы и Санкт-Петербурга, причем я бы хотел отметить, что в этом году то ли 23 человека из прошлого выпуска, то есть в этом, ну вот, в 19-м году, я цифру не помню, но 20 человек, вернулось из Москвы и Санкт-Петербурга, из других вузов, и стало поступать в замо в университет, я поэтому вас призываю, не тратите год, все равно часть вас вернется обратно. Ну вот так, по-прежнему идет 60-70 процентов научной организации, 30-40, высокотехнологичный бизнес, причем понятно, что такими ключевыми факультетами, куда, после которых выпускники идут работать в науку, это, конечно, физфак, факультет, естественно, наук, на матфаке, это уже 20 процентов, а на факультете информационных технологий вообще 4 процента, но все находят очень достойную и хорошую работу. Ну вот, если говорить в целом, как бы, вот, это для тех, кто хочет стать богатыми, вот, как раз вы, Виктор Харитонин и Егор Кульков входят в топ-200 российского Forbes, и, как бы, Харитонин очень хорошо помогает в физмошколе, вот сейчас от него как раз работает группа тут, ну, в университете и в физмошколе, и в наших планах, конечно, в грандиозных наших планах построить новый учебный корпус, и корпус, новый корпус общежений для физмошколы. Ну, это только в наших планах. К сожалению, очень много наших выпускников работает за границей, в трудные годы. В трудные годы они уехали отсюда из России в 90-х годах. И если вы, например, посмотрите в Соединенных Штатах Америки, какого университета больше всего выпускников, то порядка 500 имен, если не больше, в Америке. Это наши выпускники, в МГУ точно меньше. Но это не есть хорошо. Нас иногда в этом обвиняют, что мы готовим. выпускников за границей. Вот. Для тех, кто интересуется наукой, вот, например, наш выпускник Виктор Клеменко, он как раз написал программу, если говорить про научные достижения. Он был в коллаборации Лайга и написал программу, которая фильтровала полезные шумы, которая, вернее, отфильтровала шумы от истинного сигнала. Это открытие гравитационных волн вы, возможно, слышали. которые образовались там около миллиарда лет назад, правда, давно, при слиянии двух массивных черных дыр. Это вот одно из достижений научных наших выпускников. Я просто не стал перечислять все, но самое яркое, это самое выдающееся открытие нынешнего века. Это вот открытие Базона Хиггса. тут поздравление с Кринского, бывшего тогда директором еще института ядерной физики, Лину Эвансу, который был тогда директором ЦЕРНО, он говорит, что поздравляет с замечательным открытием, а он говорит, спасибо, но в этой машине очень много из Новосибирска. Действительно, новосибирские физики внесли основополагающий вклад в открытие этой частицы. Вот это сверхпроводящие магниты, которые были поставлены на коллайдер. Наши физики так постарались, что они успели раньше срока, до того, как эти магниты начали устанавливать, и их просто так же и складировали где-то на складе. Видите, они сидят на этих магнитах. Я сейчас закончу. У нас, понятно, три учебных корпуса, 13 общечителей, два спорта комплекса, но вы, как школьники, вы этим всем пользуетесь. Это все в вашем распоряжении, так же, как для студентов университета. В этом году мы начинаем самый грандиозный ремонт, который нужно было придумать себе. Это ремонт двух восьмерок. Восьмерки первой, восьмерки второй. И это, конечно, будет хорошим подарком факультету естественных наук, поскольку там живут в основном. Но у меня, правда, мне страшно браться за этот ремонт. Его цена порядка порядка четырехсот миллионов. Мы, можно сказать, как бы напрягли все силы для того, чтобы наши будущие, ну и нынешние студенты жили комфортно. Так же, как мы напрягли, кстати, силы для ремонта столовой физмошколы. Я надеюсь, она все-таки откроется. А как мне смешно. Я надеюсь, что она откроется с первого марта. Мы терпим, большие убытки, потому что наши студенты как бы там не питаются сейчас, а это все-таки предприятие хозрасчетное. Но я как-то тут пошутил с Николаем Ивановичем, я сказал, наши физмошкольники только едят, спят и занимаются развлечением. Потому что шесть раз как бы едят и прорывно просто. Поэтому у нас нет теперь находить студентов. Но она точно будет буквально на днях. Она точно будет введена в строй в первом марте. И тогда вы просто увидите, какой шедевр мы сделали. Ну вот это отремонтированный бассейн. Ну и наконец я чуть-чуть расскажу вообще, что такое университетная жизнь. И тогда вы можете задать вопросы. Мой друг Александр Евгеньевич Бондарь, у него недавно брали интервью и спросили, какой был ваш путь в науку. И он сказал, мой путь в науку был удивительно прямой. То есть он закончил Челябинскую физико-математический класс, приехал в 72-м году в университет, поступил в него, в 77-м году закончил. Таким образом наши пути не пересеклись, хотя разница в годах всего год между нами. А мой путь в университет начинался очень, как бы, он вообще очень непрямой, я просто хочу вам привести пример своей жизни, что если ты стремишься к какой-то цели, то ее надо достигать. Какие бы талантливые вы бы не были, людей, которые умеют перейти из точку А в точку В, все равно меньше, чем просто талантливых людей. Поэтому вы должны не пасовать перед трудностями. Если они вам встретятся на жизненном пути, они обязательно встретятся и упорно идти к своей цели. я знаю многих выдающих ученых, я, например, лично знаком с Владимиром Евгеньевичем Захаровым, который является моим, да не в каком-то смысле, моим другом, но он просто гений, но вообще это человек, который непрерывно просто работает, просто непрерывно, поэтому для того, чтобы достичь чего-то в бизнесе, в науке, вы должны не трудиться. Я не буду показывать свои детские годы, но мой путь университет начинался с армии, я не поступил в университет в 73-м году, я поступил в Новосибирский электротехнический институт, но потом я поступил на заводочное отделение, так сложилась как бы судьба, не выдержали нервы просто, и вот я для того, чтобы поправить нервы, отправила сама два года в армию, это вот очень нечетко как бы место моей службы, вот видите, вот это уже последние как бы полгода перед Емельем, где я служил в Монгольской Народной Республике, она сейчас называется по-другому, называется Монголия, наверное, в самом отдаленном гарнизоне, в танковом батальоне мы стояли на границе с Китайской Народной Республикой, это было было середина 70-х годов и конечно были очень напряженные отношения между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом, ну вот мы там стояли на передовых рубежах, вот там правда не знаю куда фотография оторвалась с моего военного беда, ну вот потом как бы плохо, к сожалению, очень не видно, вот это 76-й год, это объявление в газете «Науку в Сибири» справа, а слева приказ, ну это не Спартака, Тимофеевича Беляева рукой подписан, а Марченко, по-моему, был тогда проректором, зачисление товарищей, тогда нас всех именовали товарищей, следующих, как бы, на подготовительное отделение, на подготовительное отделение и выплате нам стипендии, то есть нас 19 ноября 76-го года, я с армией, заметьте, пришел 13 ноября, а 19 ноября я бросил все, уже приехал в университет и поступил сюда на подготовительное отделение. Вот, это я на первом курсе, видите, до военки, тогда военная кафедра у нас еще была, я носил, видите, длинные волосы, это общежитие номер 5, которое сейчас тоже отремонтировано, и когда мне говорят, что вот тогда было все хорошо, а сейчас все плохо, это не так, мерзли мы в этом общежитии, здоровка, было очень холодно, 76-77-е годы, вообще были очень холодные 78-е, ну вот это мы на первом курсе в своей комнате, в 218-й комнате в 5-м общежитии. Ну а тут мне это преподаватели дали свои листочки, не видно, что я был, если, ну, по крайней мере, на первых курсах я вообще был одним из лучших студентов в одной, в своей группе, потом произошло распределение по кафедрам, и вот вторая группа 7302, это мы, наши оценки по сдаче заданий по квантовой механике, это Валерий Георгиевич Сергун нас вел, он мне тоже этот листочек прислал, подарил, но видно, что, ну, как бы, по числу, с данной задачей я был тоже не самый последний, как бы, вот, вот это вот я уже, уже моя работа в деканате, как бы, мехмата, но Владимир Николаевич пристально следует, ему тогда и по минии еще в этом деканате не было, это, наверное, год, я не помню, какой, но вот деканом был Гончаров, тогда уже член-корреспондент Российской Академии Миналок, а это мы с Сергеем Савастьяновичем Гончаровым на фоне главного корпуса университета в 2003 году, в общем, жизнь развивалась, как бы, и вот, ну, потом волею судьбы, абсолютно случайно, как бы, я стал ректором университета в 2012 году, и я стал потому ректором, что меня поддержали два факультета, которые между собой всегда, ну, вообще говоря, у которых отношения были перпендикулярны, это Мехмат и ФИСФАК, но поскольку я выпускник ФИСФАКа, внедрившийся в Мехмат, ну, я так шучу, конечно, и долго на нем проработавший, я работал за Американом Мехмата 15 лет почти, поэтому меня, вот, как бы, эти два факультета поддержали, и вот здесь, как бы, как раз открытие нового учебного корпуса, и мы с Дмитрием Викторовичем Ливановым, который в то время был, как бы, министром образования и науки, тогда так это министерство называлось, мы открываем, разрезаем венточку вот этого, вот тут Городецкий стоит за спиной Ливанова, который был в то время губернатором в Новосибирской области, в общем, такие исторические фотографии, ну, теперь немножко, как бы, о своей, просто, научной работе, я не стал показывать много слайдов, я во многих интервью, и в этом году, ну, в этом, наверное, нет, а в прошлом году точно давал такое интервью, меня спрашивают, чем ректоры НГУ отличаются вообще от ректоров, которые, есть в других университетах, ну, прежде всего, среди ректоров НГУ никогда не было, как сейчас принято говорить, эффективных менеджеров, это все были люди, которые пришедшие, как бы, которые пришли на этот пост из науки, в некотором смысле, благодаря своим академическим заслугам, конечно, среди них были совершенно выдающиеся ученые, и Илья Несторич, векового, и особенно Спартак Тимофеевич Беляев, то есть, это были все люди, которых занятие этих постов даже в некотором смысле тяготило, поскольку их отрывало от основного занятия, но, тем не менее, они верили, правда, и служили университету, а вот то, чем занимаюсь я, это математическое моделирование сложных нелинейных процессов, и вот я хочу показать один из таких предметов, которым я занимаюсь, это нелинейное задач нелинейное покойнике, это волоконно-натические связи, где надо знать не только математику, но и, конечно, физику, и, конечно, работа на стыках вот этих наук, она, как бы, помогает, но тут я не буду объяснять все в деталях, ну, как правило, это вот нелинейное уравнение, которое, понятно, не имеет аналитического решения, это вот уравнение называется нелинейным уравнением Шрёдингера, хотя к Шрёдингеру оно никакого отношения не имеет, ну, и по мере того, как скорость передач увеличивается, вот, вступает в силу вот такая нелинейность, называется Керовской нелинейностью, и эта нелинейность играет всю большую роль при передаче оптических сигналов, ну, результаты некоторых работ я хочу показать, ну, вот, это всё, что я говорил выше, это касалось волоконно-оптических линиях связи, на таком же принципе устроены и все волоконные лазеры, кстати, деятельность, связанная с лазерной физикой, здесь, в Сибирском отделении, очень сильно развито, есть очень мощная группа в университете, в институте автоматики и электрометрии, в институте лазерной физики, в институте физики полупроводников, ну, и вот, чем мы занимаемся, это чистое решение вот таких сложных нелинейных уравнений, которые, понятно, ну, можно показать еще более сложные уравнения, но эти уравнения не решаются аналитическим способом, необходимо моделирование на машине, и, конечно, вычислить на моделирование в подобных нелинейных задачах оно играет очень большой роль, ну, вот как раз я неоднократно упоминал имя Владимира Евгеньевича Захарова, это вот как раз решение задачи Захарова, прямой задачи Захарова о шаббате на примере уравнения Гитлсбурга-Ландау, и, как бы, это вот, например, вот это, вот эти результаты, опубликованные в предыдущем таком физическом сурнане, как Physical Review Letters, это, ну, мы впервые, по сути дела, применили задачу, технологию преобразования Захарова Шаббата диссипативным системам, и, как бы, ну, существует, я не буду показывать ребятам все результаты, но, есть очень красивые эффекты, например, вот здесь, так называемые оптические пули, булетами, они называются в англоязычной литературе, ну, вот, это образование таких пространственно-временных локализованных структур, когда, когда свет распространяется вот в волоконных световодах, ну, сложных волоконных световодах, как бы, там, гексагональные либо квадратные структуры. Ну, вот еще очень красивая задача, вот, Захаров, например, внес то же самое, как бы, очень большой вклад в теорию волновых коллапсов, ну, и вот тут пример, когда с помощью вот такого програболического потенциала, как бы, можно стабилизировать коллапс, то есть образование бесконечности вот в рамках вот этого уравнения, которое в литературе называется уравнением Гросса-Питаевского. то есть, это вот все, все задачи, связанные с решением, как бы, вот этих сложных нелинейных уравнений, но, как бы, и бывают очень забавные случаи, и вот я вам просто хочу закончить вот этим, я в тот раз рассказывал про этот забавный случай, это вот исследование влияния самофокусировки мощных лазерных пучков в атмосфере. Оказывается, атмосфера, хотя и на три порядка, у нее нелинейность ниже, чем, например, в стекле в обычном, тем не менее, и толщина атмосферы всего 6 километров, тем не менее, есть очень мощные лазерные пучки, там, диаметром, например, один-два метра и мощностью, который обеспечен вот такую энергию в килоджоулях, уже видите, то есть это время в наносекундах, это тогда все в килоджоулях получается. Есть такой американский проект Орион, в котором разрабатывается подход очистки земли от космического мусора с помощью вот таких мощных лазерных лучей. И три выпускника университета, Саша Рубенчик, который закончил в 68-м году университет, я и Турицын, которые закончили в 82-м году университет, мы выпустили такую очень интересную работу в очень высокоцитированном, высокоимпактном журнале. И она как-то, поскольку там про мусор шла речь, про такие интересные вещи, она как-то разошлась по разным сайтам. Сначала на нашем сайте она появилась, мы свою работу пропагандировали. А потом все это нашло преломление и вот все вылилось в публикацию на одном из сайтов какого-то колледжа вот в такую заметку, что в Новосибирском государственном университете образовалась интересная научная трева. Трево в его составе ректора Михаила Федоровна и два студента. Сергей Турицын и Александр Рубенчик. Вот актуальные фотографии этих как бы ректора и двух его студентов. Саша давно Рубенчик живет в Ливербурге, Турицын в университете Астона работает в Бермингеме. Оба конечно совершенно выдающиеся ученые. Турицын Рубенчик это ученик Владимира Евгеньевича Захарова, а Турицын это ученик Евгений Александрович Кузнецова, который тоже друг Кузнецова. Ну в общем вот актуальная статья, ну и написано, что сотрудничество поколения дало интересный результат и продуктивный главный результат, статья опубликована. Ну и вот это самое выдающиеся заметка на мой взгляд. Мы долго хохотали все втроем, хотя на разных концах земли мы живем. Один в Америке, другой в Англии, третий в России. Примерно показывает, что студентам надо больше доверять серьезный исследовательский проект. Не стоит смотреть на них только как на учащихся, чья задача считывать знания. Студенты вполне могут остановиться партнерами ставших коллег в серьезных научных исследованиях. Правда не всегда студенты готовы к такому самопозиционированию. Подобный подход представляется актуальным и мотивационным. Поэтому ребята, у вас есть все шансы остаться здесь и лучшего занятия наукой, чем Новосибирский Академгородок, вы все равно не найдете. Это самый лучший центр России в смысле занятия наукой. Ну это собственно признал наш президент, когда 8 февраля 2017, а не 2018 был здесь и он назвал Новосибирск научной столицей России. Я думаю, что эти слова совершенно справедливые подходят к тому месту, где вы сейчас учитесь и живете. Вот так, спасибо. Я так приходит на лекции на лекции, на лекциях. Это да. Ну причем на любое абсолютно. Просто важно, чтобы вы понимали, что происходит на лекциях. когда я учился, наверное, программа возможно физмошколи была еще сильнее, и у нас было две группы в физмошколе, когда я поступил. Первые две группы, как сейчас помню, 731-я, 732-я. Ну по году поступления специально зиму на группу. Ну почти тригодичника вообще всех выгнали, потому что они просыпались в третьем семестре и обнаружилось, что они уже на школе не знали. Но вообще на самом деле мы недавно издали книжку, посвященную 60-летию НГУ, и у меня есть статья объяснить НГУ. Это вообще давным-давно обсуждалось, что вот эта проблема в физмошколе существует. Ну в общем надо трудиться. Вот я поэтому вам говорю. А так конечно лекции. Никаких проблем нет. Я своих студентов Мехмата, а у меня большинство в группе работают Мехмата, выпускников, отправляю на лекции к физикам, потому что я считаю, что это тоже очень важно. университет. Университет университет университет. человек человек было среди выпускников у кого средний балл меньше 230. Но они в принципе не на один факультет. Ну кроме ГГФ не смогли поступить. на ГГФ другая проблема. Наши абитуриенты на геолога и физический факультет сдают математику, физику и русский язык. Например, в Томске он называется геолога-географическим. Там сдают математику, географию и русский язык. это, конечно, нам поступит значительно сложнее в этом смысле. Ну поэтому сейчас механизмы целевого приема введены. Там, конечно, есть тоже свои нюансы. Ну под СКИФ мы в прошлом году, по-моему, трех или двух ребят на физфак с баллами непроходными просто взяли. Я считаю, что 60% этого вполне хватает. Но это чуть 60% это чуть меньше конкурентоспособность с точки зрения среднего балла. Выпуск мюхо вот это еще проблема. Ну вот в этом году 12 человек в 12 по-моему человек уехало в Томск с прошлого выпуска. У них баллы ты посмотри 70 и чуть выше. То есть я просто поскольку мы с Томском в каком-то смысле не то что конкуренты то есть там про естественные специальности даже вообще не говорили. То есть ни одно направление по-моему геология по-моему набор на одну десятую балла выше именно из-за того что мы сильно увеличили в этом году число поступающих у нас 60 мы брали а сейчас 85 25 человек это все-таки большой процент там естественно науки они отдыхают там нет конкурентов для нас но и конечно балл на входе он все равно о чем то говорит хотя это не абсолютный такой показатель что если пришел человек 90 баллов он будет так же хорошо учиться учиться и заниматься исследованиями это все-таки разные вещи потому что я у меня ну я не буду понятно называть фамилии но совершенно выдающиеся даже и в смысле образования люди они получали красные дипломы в университете ну как там науки ну там другие нужны немного качества хотя это тоже важно так что вот 60 процентов тогда вы герои нет ну все равно мы вас всех любим я даже как-то по-моему позапрошлом году не пойду на последний звонок все равно не все он все равно пришел я вас всех люблю хотя я сам не учился как бы в физмат-школе по-моему когда я мог поступить по-моему тогда не было одногодичного ну в общем не поздно они сказали но еще очень важно новосибирцы на меня обижаются но вообще физмошкола Лавренти позадумывалась для того чтобы обеспечить равные условия для всех как бы и я по-прежнему искренне считаю что если человек живет на улице Жемчужной или на морском проспекте то конечно он может в обычной школе получить хорошее образование даже в моей родной школе которая казалось бы 130 километров находится от Новосибирска вот мне позвонила учительница и рыдая сказала что у меня нет учителя физики как бы в старшем классе и конечно таким детям прежде всего надо дать равный доступ к образованию поэтому физмошкола как бы именно для этого задумывалась мы стараемся по крайней мере по крайней мере все-таки больше ребят пригласить из глубинки хотя во времена Михаила Алексеевича вообще не брали никого из Новосибирска и когда там говорилось про конституцию про равные права на образование Михаилу Алексеевичу было но он был членом ЦК это было но это другие времена поэтому времена разные но они все хорошие и сейчас ребята замечательные просто когда говорят что там год в наше время было все и небо голубее и трава зеленее и все везде во все времена есть 10-15% супер талантливых ребят которых надо просто ну и необходимы такие люди средние совершенно способности стоящие перед вами ну потому что они тоже правильный так еще вопрос да Владимир Николаевич да давно меня не видели фантастические так сказать у меня идеи все равно когда я слушаю вас резонансы какие-то возникают души я так же как все преподаватели как вы расстроены беспокоен что мы стараемся вкладывать школьников а они в наши замечательные университеты почему-то так сказать не всегда идут но с одной стороны да у них прагматизма теперь нынешней школе добавилось много они начинают как мы деньги я не считаю я не считаю я извиняюсь Володя перебью мы тут встречались с президентом РАН как бы Сергеем наверное никого из ребят не было на этой встрече а вы были да ага и там как-то девочка стала говорить про диплом как бы какой диплом она получит как бы после там там ну как-то так я в деталях не помню и там Александр Евгеньевич Бондарь он чуть как бы ну он сказал совершенно справедливо но хотя девочка ну он запутался в терминологии что со знаниями прежде всего нет тут совершенно точно не прагматично у меня на курсе у химика вдруг девочка с ведущей способности к химик математике вот как вы сказали собрался в общество ездила в Москву сдавала там олимпиады какие-то я удивлен понять и объяснить не могу хотя шансы очень высокие но я про другое идея молодой человек высказал у меня у нас забурлило и так сказать ну тоже раздумья были на этот поводу вот просто так конечно физмашкольнику прийти на лекцию хоть по матанализу хоть по так сказать не знаю квадровой механике это ну просто прийти посмотреть фактически нереально но идея сама хорошая на самом деле минус нынешнего поколения то что выветривается дух науки из тем физмашков то есть раньше было сейчас меньше как это восстановить вот мне понравилась сейчас идея нынешнего поля информатики там достройка же прошла они собираются вот мы сейчас задействуем преподаватели совместные делать обучение на первом курсе веков веков и студентам так это же идея классная мы притягиваем этих веков но и продавец статус немного другой и лекция заранее готовится с их расчетом что там будут люди вообще-то другой квалификации и они уже как магнитом будут притянуть может быть исходя из этого тоже как-то делать целенаправленную разработку чтобы наши школьники не только вот в этой аудитории лекции слушали хотя бы например для начала хотя бы просто приходили туда нюхали атмосферу а потом может быть какие-то так сказать разрабатывались курсы где присутствие физмошкольников строго желательно необходимо вплоть до лекции чтобы они там уже участвовали перетекали они тогда как-то привыкать будут ходя вот к тем стенам а то для них это как другая планета хорошая идея давай вот ты будешь за нее я покажу идею вы готов лекции как я хочу эксперимент провести и посмотреть что будет понятно что социальное ты говоришь что и нет интереса к науке но был такой великий ученый Карл Маркс он сказал бытие определяет сознание ну а мы будем со стороны сознания бытие форматировать у нас возможности поведения понятно что тут в том что там дух науки выветривается и прочее наверное как бы виновата и среда это не только мы это действительно другая стала время это сменилось поэтому например вы знаете я поступил в университет в 77 году мне как-то повезло мне как-то повезло и за мою бытность как бы сменилось три ректора то есть сначала был спортак Тимофеевич Беляев потом в 78 году он уехал потом был Коптюк а потом я уже выпускался когда был Деревянка я всех ректоров трех у нас тоже трех у вас там другая у вас потом был Яншов наверное я всех трех ректоров видел три раза то то есть два раза видел Спартака Тимофеевича по моему один раз Коптюга он выступал в пятерке у нас и по моему Анатолий Пантелеевич ни разу не видел но мы сейчас стали гораздо доступнее но меня удивляет ладно я придут деканы академики ну вот сам факт посещения как это как называется численности этой аудитории я уже думаю у них тоже не поместимся ну видно что мы чего-то все равно как бы ну неинтересно ребята я не могу я не могу понять что как говорит Фомин это же вы пользуетесь тем что вы можете академика за пуговицу покрутить я добавляю и даже оторвать ну нет вот такого интереса как в наше время его все равно нет ну потому что просто наука имела другой какой-то другой социальный статус я думаю что ребята в этом абсолютно не виноваты нет но тем не менее попробовать с этим как-то выкрым вот в этом году будет эксперимент я могу доложиться потом буду в них лекции вести интересно посмотреть на самом деле снижение социального статуса науки может привести как говорит Владимир Евгений Захаров к тому что мы скоро перестанем если такими темпами все будут развиваться несмотря на просто там вроде число исследователей должен увеличить там какому-то году в полтора или в два раза что в России не останется людей которые будут понимать что написано в западных научных журналах вот тогда совсем будут кранты поэтому вот эти ребята точно пойдут в науку не в бизнес а в науку так ну что наверное вопросов больше нет спасибо благодарю спасибо спасибо за внимание река нам буду готовить потому что у Виктория будет слишком какому-то